Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дорджа Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И смысл ваджры у этих народов такой же, как у христиан крест, допустим, или у мусульман полумесяц. То есть, ваджр до сих пор сегодня используется в ритуалах во всех вышеупомянутых религиозных системах. Допустим, в йоге существует поза, которая называется ваджрасана. Смысл ее в том, чтобы сделать тело крепким, как алмаз. Это одно из значений ваджры. Есть также мудра, ваджра мудра, которая тоже имеет смысл защиты. Видов ваджры очень много. Есть даже крестообразный, как вы можете видеть. Есть в виде топорика. Тем не менее, смысл ваджра остается один и тот же. В Непале есть храмовый комплекс Своямбунатх. Он существует по одним источникам с VI века, по другим с XII. Но в любом случае, этот комплекс неоднократно, естественно, перестраивался. И некоторые, или многие, я не знаю, считают, что ступа Своямбунатх является самой главной ступой не только в Непале, но вообще во всем мире. А суть в том, что перед этой ступой находится ваджра, примерно более двух метров длиной. И местные монахи, хотя, возможно, это рекламный ход, называют, что этой ваджрой, непосредственно этой ваджрой пользовались боги для того, чтобы строить храмы, резать скалы, изготавливая блоки. А также это была машина древних, которая могла летать и вообще обтачивать горы. В индуизме ваджра является главным оружием бога Индры. Индра – главный бог в индуизме, царь вселенной, бог грома и молнии. И при помощи ваджры он способен повелевать погодой, климатой, а также менять русло рек, то есть изменять ландшафт природный, взрывать скалы. Поэтому ваджра, как оружие Индры, является его главным атрибутом. Существует несколько версий, как Индра приобрел. По одной из версий легенды, что очень существенно, Индра практически получил поражение от Асура Вритры. То есть речь идет о войне богов. Вритра изгнал Индру из Девалоки. И для того, чтобы победить Асура Вритру, Индра обратился к помощи древнему мудрецу Датхичи. Он прошел паломничество Датхичи. И что он сделал? Он пожертвовал свое тело для того, чтобы из него было изготовлено оружие, способное победить Асура Вритру. Так появился ваджра. Здесь самый главный момент, что в основе этого инструмента лежит добровольная жертва. Это одна из версий. По другому мифу, и это тоже принципиально. Индра, когда обезглавил при помощи ваджры Вритру, передал ваджру Будди Шакьямуни. Тот, к которому времени уже достиг просветления. А Будда, приняв это оружие, согнул лепестки ваджры и превратил ее в скипетр. То есть, он, грубо говоря, закопал топор войны. То есть, да будет мир и не будет войны. Поэтому ваджра приобрела форму, которую мы привыкли видеть. Но это не первоначальная форма ваджры. Но перед этим я перескочу несколько на другую тему. А именно на то, что ваджра была известна не только в Индии и в Юго-Восточной Азии. В данном случае речь идет о междуречии. И главный бог в шумеракадской мифологии Ану являлся также верховным богом, отцом богов, богом неба, богом громоверщицем, опять-таки, имитателем молний. Вот на этой фотографии вы видите, что Ану держит в двух руках ваджру, оружие. Позже Ану стали ассоциировать с Зевсом, потому что между древнегреческой цивилизацией и шумерской прошло, мягко выражаясь, пару тысячелетий. Но, тем не менее, Зевс спустя пару тысячелетий также изображался как владелец ваджры. Зевс также, как и Индра, и Ан, является царем богов. Он бог грома, молний, бог неба, владеющий всем миром. Более того, Зевс считался установителем вообще общественного порядка на земле. То есть, установил законы для всего человечества. Естественно, он использовал ваджру для борьбы с титанами, в данном случае с пифоном, опять-таки, мотив войны богов. То есть, ваджра являлась его главным оружием в войне в Индии. Асуры, здесь титаны. В нашей мифологии сохранились, естественно, отрывочные сведения о Перуне. Потому что таких изобразительных материалов, которые мы имеем сегодня в Индии, или в Греции, или в Италии, на нашей территории просто не сохранилось. Поэтому я использую, мягко выражаясь, современные картинки. Но Перун, как вы знаете, тоже бог-громовержец, он следил за порядком на границе мира Яви и Нави. Он вращал небесное коло или колесо Сварога. То есть, отвечал за миропорядок. То же самое, что Зевс, что Индра. На этой картинке тоже представлены шумерские изображения. Сирийские, греческие, китайские, древнеиндийские. И у всех богов, неважно, как их звали, в руках ваджра. Причем ваджра открытого типа. Не как у Будды, с согнанными лепестками, а открытые. Во II, III, IV веке до новой эры ваджра просто изображалась на монетах. Обратите внимание. Вот здесь приведены монеты, где изображена ваджра открытого типа. Особенно интересен номер 12. Если поперек рассечь, мы получим геральгическую королевскую лилию. Которая является символом с XII века, с крестовых походов. Точно не назову год, когда она была принята в качестве главного геральгического символа французской правящейся династии. Это не лилия, причем здесь цветок. Когда король ведет войско на освобождение Иерусалима, это тоже символ ваджра. На монетах последних веков до новой эры изображен тип открытой ваджры. Открытая ваджра известна и в археологических материалах. Вот как она выглядит. То есть до того момента, когда, согласно мифу, Будда согнул лепестки и прекратил войну. Снизу мы видим современный вариант ваджры, хотя он тоже необычный, потому что в центре изображен клинок. А сверху археологический артефакт. Трудно сказать, какого он времени, но это бронза, в общем-то уже покрытая патиной. Но для сравнения, два типа ваджры. У древних народов майя главным богом, создателем, творцом и, соответственно, отцом богов был Хуракан. Вполне обоснованное, на мой взгляд, мнение, то, что от имени Хуракан происходит термин «ураган». Одинаковый во всех европейских языках. Ураган, это, между прочим, в первую очередь, это вихрь. Хуракан переводится как «тот, кто швыряет вниз». Но главный источник по мифологии майя – это книга народа, известная как «Попа львух». Вы, наверное, прекрасно ее знаете. Я просто приведу одну цитату. «Так было установлено этого мраке и в ночи силой того, кто есть сердце небес, кто именуется Хуракан». Первый называется «Кокулха-Хуракан», второй «Чипи-Кокулха», третий «Раша-Кокулха». И эти три – суть единое сердце небес. То есть, принцип Святой Троицы у древних майя был основополагающим, как у любого христианина. Причем, как переводится, «Кокулха-Хуракан» – это сердце молнии, «Чипи-Кокулха» – вспышка молнии, и «Раша-Кокулха» – след молнии. То есть, три ипостаси, три составляющих верховного, даже не бога, а создателя – это молнии. Очень много на протяжении, я не знаю, там, больше сотни лет люди пытаются понять принцип действия ваджеры. Поэтому здесь вот я не хочу эту тему обсуждать, потому что, допустим, на форуме ЛАИ, по-моему, в 2013 году, в течение года была огромная тема ваджере. Там, по-моему, порядка полутора сотен мнений было, что это и есть, для чего предназначено и прочее, прочее. То есть, мнений, вагон и маленькая тележка. Я просто хочу вам в рамках, так сказать, своего доклада показать один документ. Это скан служебной записки 1927 года на имя товарища Меркулова. И здесь содержится краткое описание экспедиции Якова Блюмкина в Лхасу. Я так полагаю, что это было сделано после визита лам, которые хотели приехать к товарищу Ленину, но они приехали уже после его смерти. Но, скорее всего, после этого контакты и завязались. И эта экспедиция была отправлена в Тибет. На нее было потрачено 10 тысяч рублей золотом, просто реальным. И в этой докладной записке содержится краткое описание. Блюмкина с товарищами привели в подземелье, которое представляло себя такой очень сложный лабиринт с различными дверями, которые открывались при помощи механизмов. В одном из них монахи хранят древнее оружие богов, естественно, в советской записке слово «богов» в кавычках – «ваджару». Мне гораздо больше нравится слово «ваджару», нежели «редуцилы» «ваджару». Поэтому дальше я буду употреблять именно полный вариант «ваджару». Гигантские щипцы, с помощью которых 8-10 тысяч лет до новой эры вожди древних цивилизаций осуществляли широкомасштабное выпаривание золота при температуре, равной температуре поверхности Солнца, примерно 6-7 тысяч градусов Цельсия. Со слов монахов, при процедуре выпаривания золота в течение нескольких секунд происходит такая реакция. Золото вспыхивает яркой вспышкой и превращается в порошок. Ну, нанотехнологии. С помощью этого порошка ваджара древние правители продлевали себе жизнь, употребляя его с пищей и вином на сотни лет. Ну, употребление золота с пищей и вином известно не только в Индии и Тибете, но и в Древнем Египте, и даже в Средневековой Европе. То есть, эта традиция очень древняя и очень широкая. Этот же порошок использовался в строительстве. С его помощью древние строители, по утверждению монахов, действительно перевивали в воздухе гигантские каменные монотонные, ну, так написано, не многотонные, а монотонные плиты, и осуществляли разрезание и распиливание твердых каменных плит и скальных пород, возводя каменные монументы и исторические постройки, сохранившиеся до наших дней. То есть, в 1927 году, в общем-то, советские товарищи, представители ОГПУ, знали, для чего использовалась ваджара. В этом документе ничего не говорится о принципе действия, но для чего она использовалась, монахи рассказали. Я гуманитарий, а не физик, поэтому я пользуюсь, так сказать, общедоступной информацией, попытаюсь максимально просто ее, так сказать, донести до вас. Есть такое понятие резонанс Шумана. Резонанс Шумана называют явление образования стоячих электромагнитных волн, низких и сверхнизких частот, между поверхностью Земли и ионосферой. Ионосфера – это примерно, у нее несколько слоев, но до 400 километров от поверхности Земли. Изначально, как бы, резонанс Шумана, собственно, почему имя присвоено? Винфрид Отто Шуман – это германский физик, который после Второй мировой войны был депортирован в США. И некоторое время там работал, потом его, как бы, история мне неизвестна. Умер он в 1974 году. Но еще сразу после войны он выдвинул предположение или предсказал, что атмосфера Земли резонирует с определенной частотой конкретной. Именно поэтому вот это явление было названо его именем – резонансом Шумана. Сегодня известно, что вот эти вот стоячие электромагнитные волны имеют, так сказать, несколько диапазонов или гармоников. Здесь приведены, так сказать, четкие цифры, хотя на самом деле там есть плюс-минус. Вот, четыре основных гармоники. Самая низкая – 7,83 плюс-минус. Следующая – 14,5, 20 и 26. Но в целом диапазон частот резонанса Шумана от примерно 2-3 Гц, от 2-3 Гц. До 40. В общем-то, не очень большой диапазон. Вот он здесь показан. Дело в том, что все эти частоты в резонансе Шумана соответствуют ритму головного мозга человека. И еще в 1952 году некто Кёнинг, я не смог найти, что это за Кёнинг, установил, что основная частота резонанса Шумана, то есть 7,83, соответствует альфа-ритму человека. Альфа-ритмы – это состояние спокойствия, релаксации. Ну, не то чтобы транс, как здесь написано, ну, может быть, легкого, но неактивный. И ее диапазон, вот примерно, от 7,5 до 13, потом переходит в бета-ритм. Это бодрственная, обычная дневная активность. И дальше пошло по нарастающей. Другая сторона, которая, опять-таки, укладывается в диапазон резонанса Шумана – это дельта-ритм, глубокий сон или даже кома. Вот, как я уже говорил, примерно от 3 Гц до 40. Очень небольшой диапазон. Насколько мне известно, хотя я думаю, что информация, в общем-то, совершенно закрытая для широкой публики. В НАСА занимаются и проводили длительные исследования и эксперименты по резонансу Шумана в Институте Планка в Германии. И было установлено, что вот эти волны в пределах этого диапазона, от 3 до 40 Гц, необходимы для синхронизации всех биологических ритмов не только человека, но и всего живого на Земле. Но, тем не менее, и сейчас существуют лаборатории, не знаю, большие они, маленькие, но явно серьезные. Во всем мире, которые продолжают изучать феномены резонанса Шумана. И одна из них существует у нас где-то под Томском. Исследования этого феномена продолжаются, да, Леш, спасибо огромное, во многих странах. Более того, было установлено еще 50 лет назад, что воздействие этих электромагнитных волн в рамках резонанса Шумана идет в первую очередь на шишковидную железу. То есть, на эпифиз. Эпифиз получается, что улавливает вот именно эти волны и через них синхронизирует действия практически всех систем человеческого организма. Нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую, иммунную, ну и так далее. То есть, эта маленькая шишечка является регулятором всех регуляторов. Ну, как считают современные медики и нейрофизиологи. И рабочая частота эпифиза – это как раз 7,83. Главная частота, определяющая альфа-ритмы головного мозга человека. Главная гипотеза, которая сегодня принимается большинством геофизиков, то, что разряды молний являются первичным и основным естественным источником возбуждения вот этих волн Шумана. То есть, за счет разрядов молний, которые из ионосферы положительно заряжены, ударяют в отрицательно заряженную поверхность Земли, происходит возникновение вот этих волн. Каждая из волн огибает Землю, так сказать, по кругу, входит в свою же фазу и возникает резонанс. Получаются, я прошу прощения, я гуманитарий, стоячие волны. Что интересно, насколько мне известно, электромагнитные колебания, которые получаются в результате разряда молнии, находятся в диапазоне от 100 кГц и ниже. То есть, диапазон очень широкий. Поэтому молнии как бы и обеспечивают наличие резонанса Шумана. Ну, это сегодня мы называем. Не знаю, кто это посчитал, каким образом, но информация из открытых источников в том, что каждую секунду на Земле вспыхивает в среднем 40-50 молний. То есть, в год это получается примерно полтора миллиарда. То есть, Земля – это планета гроз. Постоянно на Земле идут грозы, и в результате создаются стоячие волны, которые под сферическим куполом, который мы называем ионосферой, обеспечивают наличие вот этих волн, которые через шишковидную железу обеспечивают существование, нормальное существование человека. И что получается? Получается, что все боги, точнее царей богов, которых я упоминал, будь то Зевс, Юпитер, Индра, Хуаракан – это были боги-держатели молний. Не только громовяжцы, которые метают громы и молнии, хотя громы, конечно, метать невозможно, гром – это побочный эффект. Они были владельцами молний. Они обеспечивали необходимый порядок на Земле, как Перун, равновесие между миром Яви и Нави. Если держатель молнии при помощи поджары выбирает из диапазона от 100 кГц и ниже другую частоту, допустим, уходит в 3-4 Гц, люди впадают в глубокий сон или кому. Если он выбирает царь богов при помощи инструмента, уходит, наоборот, в красную зону от 3 до 33 и выше, люди впадают в агрессию, в немотивированную агрессию и начинают убивать друг друга. Все. Либо ты человека, в смысле человечество глушишь, и оно впадает в кому, либо возбуждаешь, и люди просто убивают друг друга. Вот почему этих богов называли царями богов. Потому что они обеспечили гармонию мира. Сегодня в буддизме и в индуизме ваджра идет в паре с вторым атрибутом, именно с колоколом. Причем, ну, как объясняется, ваджра в правой руке – это символ мужского начала, колокольчик в левой руке – символ женского начала. Вот на этой картинке хорошо видно, что колокольчик в качестве, так сказать, ручки тоже держит, ну, в смысле, имеет половинку ваджра. Вот Будда, как изображается сегодня, в одной, в правой руке – ваджра, в левой – колокольчик. Типа мужское и женское начало и равновесие между ними. Я наткнулся на название китайское. Называется колокол шудзы. И в одном из китайских тротах говорил, что с помощью этого колокола шудзы можно ослепить на время большое войско и вообще целую армию. В 2000 году вышла книжка польского журналиста Игоря Витковского «Правда о чудо-оружии». Ну, там он описывает различные проекты, когда немцы уже во второй половине, ну, во второй половине войны пытались создать всякие виды чудо-оружия, чтобы все-таки победить Красную Армию и т.д.м. и с.д.м. И один из проектов назывался «Гигант», и это был проект по созданию чуда-колокола. Царь-колокол, всем привычный, всем знакомый. Наверху мы, на мой взгляд, имеем просто немножко упрощенный символ навершия ваджры. И если посмотреть другие русские колокольчики, там то же самое. Но где Индия трехтысячелетней давности, и где наши колокольчики? Традиция продолжается. Одна из, а может быть, единственная фотография, что немцы якобы создали такой колокол. Не буду долго рассказывать о том, что пишет Витковский, что внутри при запуске механизма вращались в противоположных направлениях свинцовых цилиндров под керамическим колпаком. Они были заполнены неизвестным жидким веществом под названием ксером-525, походившим на ртуть, на фиолетового цвета и т.д. и т.п. Эффект был получен жуткий. Гасло электричество и прочее. Не знаю, честно говоря, является ли это журналистской выдумкой или уткой, или Витковский действительно основывался на каких-то реальных архивных документах. Тем не менее, я просто привел этот пример для того, чтобы показать, что ваджара – это парный инструмент. Все, я, кстати говоря, заканчиваю. Именно потому, что она работает вместе с колоколом. Ну, пусть будет шудзой. Но это несколько картинок по поводу того, что не хочу заниматься техническим устройством. Кто-то там действительно этим занимается и серьезно пытается, вот как только что говорил, разгадать принцип действия и ваджары, и колокола. Вот свеча зажигания, она, в общем-то, тоже, собственно говоря, не нужна фантазии, чтобы понять, какой принцип действия и конструкцию. Ваджара является парным инструментом. Обратите внимание, это случайно наткнулся на эту фотографию. Скорее всего, это современная статуэтка. Но ваджара, изображенный в правой руке, является сверху закрытой, нерабочей, а снизу открытой. Ну и, соответственно, колокольчик в левой руке. Мое предположение, что ваджара, естественно, служила излучателем, а колокол – резонатором. Поэтому это парный инструмент. Но если мы говорим о том, что ионосфера – это сферический купол вокруг Земли, как колокол, в котором постоянно звучит определенная мелодия, определенный ритм, то вполне можно предположить, что вот это символическое изображение является изображением, да, извините за тавтологию, именно этого принципа. Это первое. Во многих религиях, информация о которой до нас дошла, боги, отцы, цари богов являлись богами-громоверчцами. Но не громоверчцами, на мой взгляд, а именно владельцами, управляющими молниями. Они управляли погодой, ландшафтом, неважно. Но за счет того, что владельцы управляли молниями, они обеспечивали равновесие мира. Равновесие Земли, как планеты Гросс. Конечно, конечно, Ваджара может быть оружием. Ну, я не знаю, карандашом тоже можно убить человека. Плотницкий топорик. Для чего он создан? Для того, чтобы срубить избу, часовенку, да хоть баню. То есть для созидания. Но если что, врагу череп проломить топориком. Поэтому я и назвал свой доклад «Инструмент, а не оружие богов». Оружие для Ваджары — это вторичная функция. А изначально это инструмент для поддержания гармонии мира. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok